Всем привет, друзья! С вами Гамбит, мы возвращаемся в карьеру за футбольный клуб Миддлзебо. По-прежнему подопечный Стивена Джерда располагается в зоне Лиги Чемпионов. У нас, по моим, так сказать, расчетам, еще пару выпусков в этом сезоне. Так, Тоттенхэм, Лестер, Брэнфорд, Волверхэмптон, Ливерпуль. Ну и следующий выпуск у нас будет последний в этом сезоне. Не будем биться, будем бороться за попадание в Лигу Чемпионов. А мы быстро, моментально, молниеносно перемещаемся. Опасно было на матч с Водфордом. Не будем не терять ни секунды. Геллис наберет скорость, передача на Батлера. Батлер. Жоржения Рютер, может быть опасно, Жоржения Рютер забегать. Великолепная передача, Жоржения Рютер. Ой, сливы ноги, я на самом деле на секундочку подумал, что галкипер Водфорда успеет. Достать этот мяч, но немного повезло в Миддлсбро. И снова натиск с первых минут этого матча. И снова стартовый натиск от футбольного клуба в Миддлсбро. Но великолепное, потрясающее начало. Просто блестяще. И снова Жоржения Рютер, претендент на лучшего бомбардира английской премьер-лиги. 23-я минута. Рэмзи. Геллис снова через фланг Брэндона Батлера. Неплохо, неплохо. И еще и сливы ноги. Опасно. Опаснейший удар получился у Батлера. По итогу будет у главного мяча Окслай Чемберли. Так, ну что. Давай-ка что-нибудь придумаем. Интересная подача в штраф. Ну и удар в падении. Там, надеюсь, никто по лицу не получил с ноги. Потому что Жоржения Рютера, собственно, обил. Не лучший вынос. Галкипера Уотфорда. Орда Гюллер. Рэмзи. Держит мяч восьмой номер. Разворачивается. Что придумает? Передача на Рютера. Снова Рэмзи. Орда Гюллер. Передача. Потрясающий черпачок. Зацепился Брэндон Батлер. Гюллер. И вот здесь вот классическая атака. На мой взгляд, вроде даже был рикошет. Великолепная атака. Какую же передачу, какой же черпачок отдал Орда Гюллер. Нашего Батлера. В результате Рютера формуляет дубль. Давайте-ка посмотрим сейчас на повторе. Был ли рикошет? Да. Действительно, был рикошет. И именно он не дал. А, ну мяч попал в руку. Вообще, по идее, в реальной жизни мы вряд ли бы ставили пенальти. Хотя в игре, если бы у нас стояли пенки. Ну, то есть игра рукой в штрафной. Пенку могли и поставить. И мы могли ее не забить. Ну, да ладно. У нас продолжается. Продолжается. Атака. Опаснейший момент. Гюллер, во красоту заложить. Турк. Продолжается. Просто обстрел какой-то футбольного клуба Водфорд. Их ворот. Неплохо. Неплохо седьмой номер. Попытался пробить шведой. И одна из немногочисленных атак. Водфорд. Оршич неплохо развернулся Фирпо. Через левый фланг. Водфорд. Что придумает хорошая передача? Это может быть опасно. Плюс это... И что там? А не было никакого спасения со стороны Росси. Уже Гордон. Раскачивает Гордон. Скарлетт. Так, судья. Дает играть. Дэн Скарлетт. Передержал немного мяч. Подключается Джонс на право фланге. Джонс. Хорошая. 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 Затяжная атака. Великолепнейшая атака. И не забивает Гомес. Вроде бы пробил. Все грамотно сделал. Водокасание. Только углового. 80-я минута матча. По-прежнему 2-0. Наиграл на третий мяч Миддлсбром. А Водфорд не наиграл даже на один. Подача. Атака в втором темпе продолжится. Ну, зацепился за мяч Миддлсбром. Но все-таки у нас удар от ворот. Опять не лучший удар от ворот. Я это прям замечаю. Что голкипера Водфорда не лучшим образом действует. Гордон опять великолепно качнул Гордон. Гордон. Гордон не зацепился. Не хватает силенок. Не хватает мощи молодому Гордону. 88-я минута матча. Водфорд перейдет в атаку. Попытается зацепиться. Хотя бы за один гол. Сибальд передача в центр Лоуза. И ошибается. Но все-таки хочу похвалить Рэмзи. Великолепнейший. Великолепнейший перехват от Рэмзи. Передача на Гордона. И снова вбегает Гордон. Гордон уже штрафной. Великолепно. Свеженький Гордон. И вот этот удар по ногам. Это 100% 11-метровая отметочка. Пенальти. Дорогие друзья. Есть большой шанс забить третий мяч. Ну да. Конечно. Гордон просто убежал как от ребенка. У мяча Дэн Скарлетт. Пенальти у него 75. Ну что? Ну да. Давайте. Пусть Дэн и пробьет. Дэн Скарлетт. Спокойно. Великолепно. Прекрасно. 3-0. Уверенная победа по игре. По счету прям без шанса. Водфорд разобран. Поэтому нужно уже двигаться дальше. Думать о следующей игре. Так. Ну судья уже должен по идее свистеть. Нет. Это. Свисток. Сигнализирует нарушение правил. Со стороны Миддлсбро. Ну а вот теперь собственно уже свисток. Об окончании этого матча. 3-0. Уверенная победа Миддлсбро. А мы двигаемся дальше. У нас на очереди футбольный клуб Эвертон. Так. Ириски играет на выезде. Вард Праус. По-моему если мне не изменяет память. То в первом круге мы уступили. Собственно ирискам. Но уступили на Годинсенфарк. Сейчас матч проходит на Реверсайд Стэддиум. Карл Лангран. Карл Лангран сразу же качнул. Ох как опасно было. За это можно было и красу получить. Если бы Карл Лангран упал. А он сейчас набирает скорость. Вервался штрафной. Карл Лангран можно пробить. И вот вам. 1-0. Третья минута. И снова быстрый гол в исполнении Миддлсбро. И снова и снова великолепнейшее начало. Карл Лангран. Карл Лангран. Вот это да. Айда Миддлсбро. Великолепно сейчас. Жоржини Рютер подыграла Гранду. И тот справа и спокойно. На самом деле. Мартинес. Ой Мартинес. Пикфорд. Там ну к нему вопросов особо нет. 11-й гол 11-го номера. Великолепнейшее начало. Потрясающее. Как обычно. Как в прошлом матче. Ну ладно. Двигаемся дальше. Расслабляться не стоит. Варт Праус. В центре поля Варт Праус. Мастер стандартов. Гарнер. Бывший игрок Манчестер Юнета. На секундочку. И в обе. Мир может быть опасно. И ударчик от Гарнера. Вот вам. Да. Если я не ошибаюсь. Это же он. Бывший футболист Манчестер Юнета. А может быть я ошибаюсь. Ладненько. Ох какой хороший. Потрясающий подкат. В исполнении Рэмзи. Все. В рамках правил. Бранден Баттлер набирает скорость. Под левой ногой. Ох хорошо. Но немножко конечно неэффективно. Гиллес. Хорошая. Потрясающая комбинация. Пиквард. Великолепнейшее. Великолепнейшее спасение Пикварда. Сороковая минута. Гуи. Карлан Грант. Прекрасен. Ата Гюлер. Передача на Карлана Гранта. Он уже отличился в этом матче. Карлан Грант. Подключение Чемберлена. Карлан Грант. Можно и слева. У него великолепнейшая левая. Великолепнейшая левая. Великолепен. И Пиквард. А у нас угловой. Мяча Брэндон Баттлер. Подача в штрафную. Фрей достать. Нет. Не достает Фрей. Но атака вторым темпом. Снова мидл сброс мячом. Снова подача в штрафную. Вот здесь сейчас. Фрей. Ну опять забыл забивать. Но это же твоя позиция. Ты просто перепрыгнул всех. А у нас угловой уже еще в падении попытается. Жоржиня Рютер все пытается в этом выпуске в падении пробить. Хотя бы в створ. Рэмзи. А вот сейчас Брэндон Баттлер. Ой-ой-ой-ой. 2-1. Брэндон Баттлер. Великолепнейший удар. В притирочку. Закрутил. Без шансов. Без шансов. И 2-1. Мидлсбро выходит вперед. Так. И давайте посмотрим. Рэмзи великолепно развернулся. Убил. Что Баттлер освободился. И 10 номер, недолго думая, сразу же пробил. Но тут, конечно, Пиквард был бессилен. Пару раз, а Пиквард точно великолепно выручал. Парт Праус. Атака Мидлсбро. Ой, Мидлсбро. Атака, конечно же. Атака, конечно же. Ух, опасно. Ирисах. Атака была Эвертона. Много тут. Фрей чуть не чуданул. Перевод на левый фланг. Гиллис. Брэндон Баттлер. А есть пространство. А нельзя давать пространство. А он может пробить. А он может пробить. А он может пробить. Он бьет 70-ая минута матча. Великолепный. Великолепнейший гол забивает. Брэндон Баттлер. Тем самым оформляет дубль. Забивает третий мяч Мидлсбро. Дальний удар 89. Нельзя этому парню давать пространство. Бахнул хорошо. И, по сути, в тот же угол. Ну, может быть, чуток повыше. 3-1. Айда Баттлер. Пятнадцатый гол десятого номера. Мяча вордпрауз. Это опасно может быть. Магри. Спокойно. Микки Ван Девен выносит мяч. 84-ая минута. Гордон. Свежий Гордон. По левому флангу. Набирает скорость 17-й номер. Подключение Гиллиса. Нет. Гиллис мяч не получит у мяча. Ангел. Анхель Гомес. Великолепно. Развернулся. Снова Гордон. Освободили его. 17-й номер. Гордон. Подключение Гиллиса. Великолепно. Великолепно. Разыгрывают футболисты Мидлсбро. Может быть, опасно удар. И это Диангана. И это Диангана. Могут забить уже четвертый. Но атака в втором этапе продолжится. Скарлис великолепно скинул затылком. И еще один момент. А что там по поводу пенальти? Нет. По поводу пенальти. Тишина. Розыгрыш был потрясающим. Ну что, друзья. 3-1. Уверенная победа Мидлсбро. Великолепный дубль. От Брэндона Баттлера. И мы снова побеждаем. А у нас на очереди Ливерпуле. Да. Ливерпуль. В первом круге, помню, была дикая перестрелка. Если мне не изменяет память, на последних секундах Гордон сравнял счет. По-моему, счет был 3-3. Если это было в Премьер-Леге. Но Ливерпуль великолепно прессингует. Великолепный, конечно, футболист у Ливерпуля. Вот, например, Ольма. Очень прекрасен. Луис Диас. Не менее классный футболист. Посмотрите. Господи, какой контроль мяча. Какой контроль мяча. Ольма. Поставил корпус. Осторожно надо с этими парнями в отборе. Вроде бы мяч отобрали. Но Диас пробьет. Да, Диас забивает. Пятая минута матча. Осторожно нужно. Еще раз повторюсь с этими парнями. Штрафной. Да и, в принципе, с нашими соперниками. Потому что падают они. Их особо уговаривать не надо. Любите ли они падать. И судьи тут особо тоже не церемонятся. Пенальти залетают очень часто в наши ворота. Дали пространство Диасу. И он этим пространством воспользовался на все 110%. И снова Ливерпуль вперед. Лети Дарвина унис. У него хороший, кстати, удар у Дарвина Нюниса. Дарвина Нюнис. Великолепный контроль мяча. Потрясающая передача на Бекита. Может пробить. Нужно выходить. Нужно выходить. Росси. Он как-то немного застыл. Голкипер. Но нам повезло, что пробил в дальний угол. А не отдавал передачи. И снова я убегаю футболистом. Да, мне писали в комментариях. Ты зря убегаешь. Ребята, я убегаю, чтобы пытаться убегать в контратаке в дальнейшем. Да, я рискую. Я согласен. Рискую. Но иногда риск себя оправдывает. А вот здесь может быть опасно. Росси великолепен. Великолепен. Росси. Аргентинец хорош. И снова угловой. Ливерпуль. Первые 26-27 минут, конечно, великолепнейшим образом себя показывает. Прекрасно играет. Вот смотрите, сразу же контратака. Карл Ланград набирает скорость. На широком шаге англичанин убегает. И Брэндон Баттлер просит передачу. Пройдет передача на Баттлера. Вот здесь нужно забивать. Брэндон Баттлер не забивает. Миньян великолепно играет. Француз. И у нас только угловой. Потрясающе. Потрясающий был момент у Миддлсбро. Окслай Чемберлен. Подача штрафной. Может быть скидочка. А Фрей взял да и пробил. Набикита. Хорошая передача Дарвин Унис. Дарвин Унис великолепно. Великолепно. Блестящий стеночка. И Мосс Аллах. Египтянин расстреливает. Росси. Ну это шикарная комбинация в исполнении Ливерпуля. Настроен Ливерпуль. Блестящий. Тут вопросов никаких. Это было блестяще. Еще раз повторюсь. И не устану это повторить. Ну здорово. Здорово. Стеночка прям как на тренировке. Да. Нет Карланград. Не пройдет. У тебя такие фокусы. Как проходили. Например в матче. С Эвертоном. Там тут. Сразу же съедает. Набикита. Ольма. Нужно поскорее. Чтобы закончился этот первый тайм. Потому что Ливерпуль блестяще играет. Еще и подача в штрафную. Может быть опасна. 49-ая минута. Судья. Пощади нас пожалуйста. Да. Пощадил нас судья. У нас начинается второй тайм. Жужжание Рютер. Передача на Батлера. Брэндон. Может быть что-нибудь придумаем. Брэндон. Ну давай. Давай. Золотой. Пока футболисты пятятся назад. Брэндон Батлер. Нельзя с ним так играть. Нужно встречать его. Батлер. Рэмзи. Снова Рэмзи. Батлер. А он может и пробить. У него-то хороший удар. Поставил корпус. Снова Рэмзи. Ну нет. Да. И сразу же англичане перехватывают мяч. Брэндон Батлер. Хорошая передача. Жужжение Рютер. Великолепно. И вот Карл Лангран. Карл Лангран. Казалось бы. Что все. Потеряли мяч футболисты. Мидлсбро. В частности. Рэмзи. И тут же он сам. Так сказать. Накосячил. Сам же мяч этот перехватил. И атака вторым темпом. Великолепно. Великолепно. Разгрыдел. Жужжение Рютер. Что совсем один. Находится на 11-метровой отметке. Карл Лангран. Который. По сути. Расстрелял вратаря. 2-1. То ли еще будет. Охамед Салах. Гиллису надо играть. Пожестче с египтянина. Великолепно. 11-й номер. Поставил корпус передачи. Великолепно. И снова непонятные. И снова непонятные. Господи. Подкаты. Тут уже было понятно. Что сейчас на пустые. По сути. И 3-1. Только. Только футболисты. Мидлсбро. Почувствовали. Что нужно сейчас. Цепляться за результат. И вот эти вот подкаты. Да. Я не устану их делать. Ну. Потому что. Есть определенные эпизоды. Где лучше сыграть пожестче. В подкате. Может быть. Я неправильно принял решение. Ну. Собственно. Гиллисом. Сделать этот подкат. В итоге. Непонятный отскок. И Ольму. Расстрелял. Нас просто Ольму расстрелял. 3-1. Только почувствовали. Футболисты. Мидлсбро. Что можно. Уже. Зарубиться. С Ливерпулем. 3-1. Может быть опасно. Еще и Дарвин Унис. Посмотрите. От него отскакивают футболисты. Отскакивают футболисты. Как будто. Я не знаю. У них. Разные. Не знаю. Весовые категории. Брэндон Баттлера. Он может пробить с левой ноги. Брэндон Баттлер. Брэндон Баттлер. Это выпуск просто. Имени Брэндона Баттлера. Но на данный момент. Пока сколько матчей. Уже третий матч сыгран. Ну какие же голы он забивает. Шведой позволил себе пробить этот парень. Топовые игроки топово играют. Это не моя фраза, друзья. Это не моя фраза. Вот. И действительно, футболист с рейтинга 89, будущая звезда сборной Англии, позволил себе пробить великолепно. И потрясающий гол забивает Брэндон Баттлер. Ну а мы, а мы по-прежнему отбиваемся от Ливерпуля. Гиллис. От Хильгомес. Можно что-то придумать. 87-я минута матча. Есть еще шанс, чтобы попытаться отквитать один мяч. Брэндон Баттлер. Прекрасный, прекрасный выпуск. Показывает Баттлер. Дэн Скарлетт. Дэн Скарлетт. Осторожно. Осторожно. Дэну Скарлетту нужно играть. Мяч остается все равно у Миддлсбро. Баттлер. В огне. В огне этот парень. В огне 10-й номер. Гиллис подключается на левофлаге. Гиллис. Нужно отдать мяч Баттлеру. У него вообще прет. У него все пока идет великолепно. Может быть опасно. Рэмзи. Гомес. Затяжная атака Миддлсбро. А вот Ливерпуль пятится. Это не есть хорошо для футболистов из Ливерпуля. Затяжная атака Миддлсбро. И вот великолепно. И вот великолепно. И вот он злой гений. Бывший футболист Гордон. 3-3. И снова 3-3. И снова на последних секундах заканчивает этот парень этот матч. Я прям уверен, что судья будет свистеть. Потому что переиграли больше, чем нужно. Но мяч был у Миддлсбро. И поэтому он не имел права останавливать игру. Потому что мяч был штрафной. И рухнули на газон футболисты Ливерпуля. Затяжная атака. Я не знаю, почему они стояли. И снова Гордон. Это злой гений. Ну как тут не радоваться. Да, бывший клуб Ливерпуля. И все такое. Ну как тут не радоваться. Такие эмоции. И у нас 3-3. И у нас 3-3. Мы вытащили этот матч. У нас на очереди Лесер. Великолепная серия. Побед у нас идет. Прям блестящий. Особенно хочу, конечно, похвалить Брэндона Баттлера. Я почему-то думал, что у него рейтинг 89. Нет, у него только 88. Хотя ему 19 лет. С мячом Лесер. Антони Марсиали. Вот этот паренек-то может. Может. Фифе-то он точно сможет что-нибудь начудить. Это вам нереальная жизнь. Он вечно где-то в лазарете. Так. А у нас штрафной. 14-ая минута. Антони Марсиаль. Пушка страшнись. Шая, шая, шая. Шая затроил, друзья. Обалдеть. Вот это пушка. Я не ожидал. Честно сказать, я думал, что Юрий Тилиманс будет крутить. Но Антони Марсиали. В общем, да, пробил, конечно, великолепно. Да. Нет, такое не берется. Ну, куда? Куда? Шикарное начало для Лестера. Шикарное начало для Лестера. А, наверное, футболисты после матча с Ливерпулем. Немножко. Немножко. Хапнули, так сказать, какой-то эйфории. Могли пропустить уже второй мяч. Но 24-ая минута. Лестер блестяще играет. Как будто, знаете, Лестер играет дома. А мы вот... Нет, мы же, мы же хозяева. Миддлсбро. Хозяева. На Риверсайд Стэддиум, а не Лестер. Антони Марсиали. Юрий Телемас, прекрасная передача на Антони Марсиали. Ну, нужно жёстче с ним играть. Господи, он проходит как детей. Он просто проходит как ребёнка нашего центрального защитника. Моя ошибка, конечно, катастрофическая ошибка. Я выскочил. Побежал, сломя голову на француза. Хотя, по-моему, я даже делал подкат. Не знаю, почему... Или я не делал. У меня уже всё. У меня уже... Мозг начинает закипать. Ну, сам факт, что он оформляет дубль. Антони Марсиаль. 48-я минута матча. Лестер играет блестяще. У нас ничего не получается в атаке. И снова Лестер в атаке. И снова через фланг. Великолепная комбинация. Великолепный комбинационный футбол у Лестера. И с мячом Антони Марсиаль. Ну, вообще нельзя ему давать. У него три удара, три забитых мяча. Господи, он оформляет хитрик. И снова как детей нас раскатал Антони Марсиаль. Возможно, это... Просто сегодня день Антони Марсиаль. Вот он проснулся с той ноги, как говорится. И всё. Хитрик. Вот как, да? Вот как это? Вот как так? Это футбол, дорогие друзья. Обыгрываем двух соперников. Великолепно играем матч с Ливерпулем. И вот такой невнятный, ужасающий матч просто с Лестером. Где один футболист, как говорится, в поле воин. Он просто нас расстреливает. 4-0. 4-0. Это какая-то жесть. Это какая-то жесть, друзья. Дэн Скарлетт. У нас пошли там замены. Но что толку? 4-0. Я думаю, никто не ожидал такого. Десятый гол. 10 голов забил Антони Марсиаль. 4 из которых забил просто... одной команде в одном матче. Жесть. Да, Рэмзи мог отличиться. В такой ситуации, конечно, обязан был забивать наш центральный полузащитник. Я на самом деле прям опустошён. Но у нас на вештрафной может быть опасно. Микки Ван Девен. Он не дотягивается до мяча. Так, а вторым темпом... Вот вроде бы Мидлсбро включился. Атака. Ещё момент. Ещё и Айверсон выручает. И снова угловой. 4-0. И что-то у нас только после этого начинается... Получается в атаке. Подача штрафной. Ещё один момент. А тут ещё и голкипер включается опять. Только-только подошли, грубо говоря, к штрафной. Ещё и голкипер включается на все 110%. Брандот Баттлер подача в штрафную. Но нужно забить. Но нужно забить. Но наиграли на один гол. Не хочется уступать в сухую. Рэмзи. А Лестер имеет наглость ещё даже прессинговать. Гиллис на широком шаге. Убегает Гиллис. Так, нужно поддержать этого парня. Нужно поддержать нашего крайнего защитника. 80-я минута матча. Мидлсбро летит за своим, возможно, первым мячом в этом матче. И это Гордон. Друзья, это Гордон. 4-1. Парень хорош. Парень хорош. Реально хорош. Не хочется. Я уже как-то говорил в прошлых выпусках. Не хочется мне отдавать его в аренду. Нет, он у нас будет играть. Да, будет выходить со скамейки запасных. Но играть он будет. И снова Мидлсбро с мячом. Ну, конечно, 4-1. Что хочу сказать по игре. У Мидлсбро играл ужасно. Лестер реализовал всё, что можно и нельзя. Сегодня просто день. Антони Марсиале. Покер. Это прекрасно. И забирает мяч в свою коллекцию. А у нас заключительный матч с лондонским Тоттенхэм. Играем мы себя дома. После поражения дома. 4-1. Конечно, нужно реабилитироваться перед своими болельщиками. Тоттенхэм уже в атаке. Передача на Домбеле. Домбеле француз. Потрясающая передача. Господи. Неужели не было офсайдов? Всё. Да. Это сон. Это гол. И это капитан, кстати, кореец. Писали мне как-то по поводу, там, поменять защитников, там, кого-то купить в защите. Друзья, да тут дело не в защите. Тут дело... Ну, не в защитниках. Тут дело в том, как я играю в защите. Я знаю, что я играю плохо. Да, я стараюсь там как-то, но... Пока всё только через одно место. Но мы двигаемся дальше. Давайте продолжать. Фрей. Арда Гюлер. Арда Гюлер, а он может и пробить отсюда. У него-то великолепное левое. Не нужно об этом забивать. 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 И Арда Гюлер. Арда Гюлер. Слушайте, ну какие красивые голы в исполнении Мидлсбро в этом выпуске. Ну вот не знаю. На мой взгляд, даже, наверное, гол Арда Гюлера. Куда краше, нежели мячи Брандана Баттлера. Хотя шведой Баттлер забил тоже прекрасно. Ладно. Главное не красота, а количество мячей забитые в ворота соперников. 1-1. Нужно собраться. Нужно собраться. 14-й гол молодого турка. А Тоттенхэм-то любит сушить игру. Любит сушить игру. У нас моментов вообще маловато. Даже это не касается только нашей команды. В принципе, и Тоттенхэм играет от обороны. Хорошая передача на Сона. Сон уже забивал. Сон, передача на Кейна. Ему нельзя давать бить. И Кейн делает счет 2-1. Да, не видно, не слышно было Харри Кейна. Вот, собственно, услышали. И увидели, как он бежит радоваться своему тренеру. Сон, гол и голевая передача. И снова мы проваливаемся жестко в обороне. Ладно, не будем пока забегать вперед. Только 2-1. Матч с Ливерпулем показал, что у Миддлсбро есть характер. Парут. Танганга на правом фланге. Но великолепно, великолепно играет. Великолепно, хотел сказать, играет сейчас Миддлсбро. Но что здесь можно сказать? Просто не повезло. Просто не повезло. Невнятный отскок. И 3-1. Да, по такой игре нам тяжеловато будет вытащить ничейку. Но мы уступали Ливерпулем. 3-1. В итоге сыграли 3-3. И Брэндон Баттлер снова все берет в свои ноги. Баттлер на фланге. Но нет, нет, нет. Съедает его. Подустал немного, конечно. Наш 10-й номер. И будет он выполнять подачу от углового флажка. На вештрафную. Атака вторым темпом получится. С мячом Баттлер. Ардагюльяровый. Здесь, может быть, и пробить. Да. Ригелон ложится под мяч. Баттлер. Жоржения Рютер. Свободно. Свободно. Место можно и пробить. Свободно место, ребят. Что я несу? Ладно, забейте. Пространства было очень много у француза. Какие голы влетают. Сегодня ворота наших соперников. И Жоржения Рютер. Я думаю, такой пушечка тоже врывается в топ-3 лучших мячей этого выпуска. Вместе с Баттлером и с Гюлером. Но мы по-прежнему проиграем 3-2. По-прежнему. По-прежнему нам нужно забивать. Нам нужно отыгрываться. Очень просто. Очень просто. Аргентинец Лучелеса. Я думаю, просто нас нокаутировал сейчас. Это получается, знаете, такая ситуация. Наша команда Миддлсбро бьется, бьется. Пытается вскрыть оборону. А в итоге наш соперник 2 удара. Там 3 удара, 3 мяча. И очень все просто. И мы снова уступаем. И опускаемся на 5 место. 58 мячков у Миддлсбро. 9 поражений. 91 мяч забито. 60. Мать его пропущено. Это, конечно, очень и очень много. Следующий выпуск у нас последний. Повторюсь в этом сезоне. Лучший бомбардир. Жоржини Рютер. 27 мячей. Прекрасный, прекрасный результат. Можно и замахнуться на 32 мяча в сезоне. Почему бы и нет? Это, кстати, рекорд Мохаммеда Салаха. Голевые передачи здесь вообще божит. Орда Гюлер. 26 голевых передач. Ну что, друзья. Давайте потихоньку закругляться. Пиквард по сухарям шикарен. С вами был Гамбит. Мы увидимся совсем скоро. Пока-пока, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok